Вы скажете, ну, скорее всего, это деньги. Нет, блин, прикиньте, мы обмениваем деньги на свое состояние. Если ты пришел сюда с одной корявой палочкой, тебе нужно обменять на какой-то хороший меч. И это замкнутый, блин, нафиг его круг. Помимо нас. Ага, да, мы здесь не одни. Внимание, внимание, внимание это ресурс. Друзья, всем привет, вы на канале Архитекторы Реальности. И на этом канале я делюсь с вами различной инструкцией по применению к нашей жизни. Жизнь как к игре. Потому что с рождения нам его, к сожалению, не выдали эту инструкцию, не положили. Мы должны самостоятельно это сделать. Я рассказываю и делюсь здесь о том, как устроена эта игра. Какие здесь есть лазейки, чит-коды, что необходимо сделать для того, чтобы пройти те или иные уровни. И, наконец-таки, самое главное, это выиграть. Выиграть и ничего не растерять по дороге. А сегодня я рассказываю про игровую, внутриигровую валюту. Что же здесь на самом деле происходит в этой игре под названием «Жизнь». Ну что, поехали? Обычно у каждой игры есть внутри какая-либо валюта, с помощью которой персонаж обменивает на какие-то опыты, на очки, на доспехи, на какие-то открытия каких-то сундуков и так далее. Но в данном случае у нас игра под названием «Жизнь» подразумевает собой такую же валюту. И вы скажете, что это? Что это? Конечно, вы скажете «Деньги». Да нет, я вам отвечу «Это не деньги». Представляете? Внутри вот этой нашей системы, в нашей игре, это далеко не деньги. Да, и я все время говорю, и меня за это хейтят. А я люблю, когда меня хейтят, потому что это говорит о том, что я в правильном направлении двигаюсь. А на самом деле деньги – это не главное. Вот самый главный посыл в этой игре – это следствие того, что вы делаете. Так вот, если мы говорим про внутриигровую валюту, здесь все просто. Мы обычно меняем деньги свои на что? На время, энергию и свои ресурсы. И вот время, энергия и ресурсы и есть внутриигровая валюта. Например, вы ходите на работу и обмениваете свое время, а также энергию, свое психологическое здоровье и так далее на валюту внутри этой игры «Деньги». Вам кажется, что это деньги. Но на самом деле деньги придумали люди для того, чтобы тоже обмениваться. Но сам факт того, что внутриигровая валюта – это ваше время, энергия и ресурсы, остается фактом. Потому что это основная валюта здесь, в этой игре. И если вы понимаете, о чем я говорю, вы везде можете проследить тот факт, что мы обмениваем действительно свое время. Вопрос другой. Эффективно мы его используем или нет? Не всегда. Смотрите, есть такое понятие, как «деньги». Это придуманный людьми такой тоже вариант валюты, где мы как раз-таки обмениваем деньги на «обычное». Внимание, сейчас будет инсайд, на «состояние». Мы всегда, при любом раскладе, мы обмениваем деньги на свое состояние. Например, мне нужно купить квартиру, мне нужно такое количество денег для того, чтобы… Внимание, что? Чтобы почувствовать состояние безопасности, например. Или, например, мне нужно купить квартиру для того, чтобы привезти свою семью и так далее. Это о чем говорит? Ну, например, это необходимо для того, чтобы почувствовать, например, состояние значимости или власти, или любви. И каждый раз мы обмениваем вот эти деньги, которые у нашей жизни и есть, да, как будто бы такая важная валюта. Мы каждый раз обмениваем на «состояние». Но я предлагаю немножко другой подход к этому вопросу. Подумать о том, что все деньги, которые вы видите, к которым вы стремитесь, это на самом деле ваша энергия, время и ресурсы. А вот это и есть внутриигровая валюта на самом деле. Давайте сейчас я расскажу про именно вот этот аспект. Потом мы в контексте денег поговорим об этом, чтобы было немного яснее. И те, кто уже давно понял, что не в деньгах счастье, такая золотая цитата, тот поймет, что на самом деле основное счастье заключается, его заключили внутри человека. Так вот, заходя в эту игру, загружаясь в эту игру, вам дается стартер-бак. А это обычно какие-то таланты, какие-то способности, какие-то ресурсы, какие-то обстоятельства. То есть локация, определенная семья и так далее. Так вот, здесь самое, что интересное, мы зачастую эти все ресурсы либо утрачиваем, либо усиливаем. А самое, что ужасное, что может быть, это вот эти все ресурсы не использовать. То есть жить свою инертную такую жизнь, пассивную, дом-работа, дом-работа, один раз в год отпуск и так далее. Игрок, который сюда загружен, он должен максимально использовать все ресурсы для того, чтобы увеличить свой опыт, прокачать свои скиллы. Если ты пришел сюда с одной корявой палочкой, то, конечно же, тебе нужно обменять на какой-то хороший меч, чтобы тебе можно было разбивать какие-либо сундуки. У нас есть эта валюта, и мы ее просто не видим. Мы думаем, что наша валюта – это деньги. На самом деле нет. Давайте внимательно посмотрим. Мы сюда загружаемся для чего? Для того, чтобы прокачать своего персонажа. Чтобы получить опыт. Это самое главное, основное. Но мы об этом забываем. Мы когда сюда прилетаем, такие, ну, блин, что тут делать, непонятно. И забываем. Инструкцию нам не дают. Так вот, я инструкцию даю вам. Помимо того, что мы по крупицам выискиваем вообще, как устроено мироздание. Например, очень важно для каждого игрока знать законы систем, как работают здесь системы, для того, чтобы не профокапиться. Потому что основная валюта, как я уже говорила, это ваша энергия. Энергия. Ну, энергия, как бы, равно время, да, так как у нас есть определенное количество времени, за которое мы вырабатываем определенное количество энергии. И да, она, допустим, дается нам на день такое-то количество энергии. И вы, не зная законы каких-то систем, законы мироздания, через какие-то сопротивления, вы растрачиваете попусту не на те действия, а целевые, которые вам необходимы. Например, вы с утра встали и пошли, допустим, через какие-то сопротивления, там, семейные склоки, через какие-то, там, не знаю, информационные потоки, через работу. Тун-тун-тун-тун-тун. Вмешались в игру. Потратили ресурсы и в итоге ничего не получили. И да, вы мозгом можете себе, там, объяснять, что я же заработал денег, например, да, сходив на работу. Но самое главное понимание заключается в том, что вы своими деньгами обслуживаете свои потребности. То есть вы постоянно бежите за каким-то состоянием, чтобы его удовлетворить. И вам постоянно не хватает этих денег. И это замкнутый, блин, нафиг его круг. Вообще просто замкнутый. А нужно не бежать к чему-то, а искать это все внутри. Это все есть, эта целостность внутри нас уже давно существует. И мы, конечно же, игровую валюту просто разбрасываем, как можем, направо, налево, делая хаотичные действия и не делая основные. Ваши ресурсы – это ваш стартер-пак. То есть то, что вы приобрели по праву рождения. Это ваша семья, локация, геолокация, да, где вы находитесь, состояние здоровья. То есть все ресурсы, которые вы изначально по праву рождения приняли. Дальше у вас есть та самая энергия, которой, кстати, большинстве людей не хватает. Они даже не понимают, почему им не хватает энергии. И, конечно, ресурсы. Ресурсы – это, точнее, ну, ресурсы – это и есть, да, стартер-пак. Это наши таланты, способности и ежесними всякие прикольчики, которые нам дают. И, конечно же, у нас есть время. Вот смотрите, допустим, если взять за 100%, это тот момент, когда вам выдали все это, то скажите, пожалуйста, вот сейчас, вот на сегодняшний день, вы приумножили вот этот вот выданный вам стартер-пак? Вы действительно его прокачали? Вы сделали сильнее? Вы вышли на другие уровни? Вы прошли какие-то этапы? Вы стали сильнее или вы это все растеряли? Уже здоровье не то, уже энергии не хватает, уже нет, не знаю, там, тех былых людей рядом и так далее. То есть вы приобрели или вы потеряли? Вот по, не знаю, если брать за основу 100%, вот сколько вы еще процентов либо приобрели, либо, наоборот, от этого можно спокойно убавлять. Блин, надо поторопиться. И вот, и в основном люди, которые приходят ко мне и вообще в целом люди, которые уже избрали себя, они приходят уже на том этапе, когда, блин, а что делать-то? Вроде и сил уже не осталось, ничего нет, а в итоге счастья-то нет. Нет, смыслы мои не реализованы, персонаж мой не прокачан, что делать-то? Вот, и в этот момент начинается некая, ну, начнем, скажем так, эзотерично немножко, да, пробуждение. Пробуждение человека, он начинает понимать, что что-то здесь, блин, не так. Я куда-то, блин, мать его, потратил свои ресурсы, а куда я вообще их потратил, я так и не понял, на что я тратил все это время. И вот, конечно, вы вот эту внутриигровую валюту, энергетическую валюту, которую вам дали по праву рождения, вы ежедневно тратите на ненужные в основном вещи, которые не приносят удовольствия. Если приносят, то это, конечно, временная история, потому что люди гонятся за каким-то состоянием, за состоянием власти, за состоянием любви, быть лучше всех и так далее. Но я предлагаю сделать по-другому, я предлагаю исходить из себя. Почему у тебя внутри этой целостности нет? Почему у тебя нет вот это ощущение любви? Почему ты добираешь какими-то другими смыслами? Почему у тебя нет ощущения безопасности внутри? Ощущение власти, да? Почему ты не чувствуешь, что ты влияешь? Почему этого внутри изначально у тебя нет? Поэтому я говорю, все начинается с персонажа внутри. Почему у человека этого нет, у игрока? Так вот, подводя итоги, я хочу сказать, что ваша валюта не деньги. Вы за ними просто бегаете, да, бесконечно. Это такая игра, это тоже такие некие игры совершенно других людей, в которые вы играете. Но на самом деле вам нужно сейчас от обратного действовать и посмотреть на себя. Да, посмотреть, где уходит, куда уходит ваше время, ваша энергия и ваши таланты и ресурсы. И в нужное ли оно вообще там дыру текает, скажем так. Конечно, различные СМИ, различные соцсети пытаются завладеть ваше внимание. Потому что что? Внимание, внимание, внимание – это ресурс. Потому что энергия – это тоже ресурс. Ну, мы уже не будем говорить про эзотеричные такие вещи, что в этом видео, я обязательно запишу его отдельно для тех, кто с немножко другим складом ума, о том, что мы действительно являемся батарейками для многих и различных сознаний, которые здесь еще присутствуют помимо нас. Ага, да, мы здесь не одни. И поэтому давайте с вами сейчас определимся все-таки, куда вы тратите свою энергию и ресурсы, и что необходимо сделать для того, чтобы эффективно двигаться вперед и продвигаться на другие уровни за счет собственной энергии. Подводя итоги, хочу сказать, что по моему опыту, конечно, у людей не хватает чисто, вот, которую выдают энергию, вот эту вот валюту вам в день выдают, да, там, 100% энергии, например, вот, заряженная батарейка. И людям просто ее чисто физически не хватает. То есть мы под вечер уже все не такие, время улетело, что-то вообще день пролетел, непонятно. Я что предлагаю? Отслеживать, во-первых, эти моменты, куда утекает все это вообще сквозь пальцы, ваша игровая валюта. Вот. А во-вторых, я хочу вам закинуть такую идею, на самом деле энергию можно брать не только то, что выдается вот на день, вот этот вот суп-паек, да, который выдается, и вам нужно его как-то распределить в течение дня. Нет, есть возможность, на самом деле, дополнительного подключки, дополнительной энергии, своей же собственной энергии. Но для этого, конечно, нужно привести в порядок то, что вы сейчас имеете, и то, как вы обращаетесь с тем, что у вас есть, с какой валютой. Вот. О том, что как черпать другую энергию, точнее, еще подключаться к источникам своей же энергии, я тоже отдельно запишу это видео. Но на данный момент я вам просто советую проанализировать, что происходит в вашей жизни. Посмотреть, просто выписать, куда идет ваше внимание, энергия и ресурсы. Туда ли вы идете? А точно ли вы идете к своей цели? А знаете ли вы свою цель? Ну что ж, а с вами была Екатерина. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я делюсь там более открытой, развернутой информацией. Всех люблю. Всем пока.